Это видно, не надо, не клади. В прошлый раз весь эфир лежал. Сейчас я вот досюду. А в прошлый раз экран и звука шире потом трансляцию делают, чем есть на самом деле. Ну, знаешь, мы с тобой снимали, ноги были видны, а сейчас мы с тобой снимали, и у нас тут лежит этот силиконовый нож. Выпустила? Ну да. Да-да, все хорошо. Уже 10. Да ладно, уже 10 человек? А, отлично. Значит, добрый вечер вам всем, дорогие девочки, мальчики, дорогие подсматривающие и сочувствующие. Сегодняшний эфир я очень постараюсь сделать коротким, потому что вчера двойная доза информации на вас упала. Вчера я рассказывала о скалке и о коврике. Это действительно мой любимый комплект. Я вот всей душой его рекомендую. И знаете ли, особенно в период предпраздничной подготовки, ну вот он постоянно в ходу. Сейчас, пока я жду и все собираются, я тестирую новый рецепт, который вы сможете найти в январском буклике специальных предложений. Да, первая? Нет, мое. Вот. И здесь вы можете видеть корзиночки с такой шоколадной мусовой начинкой. Я не хочу сейчас делать тесто, потому что у меня остался кусочек теста Peeper Kukos, который делает наш руководитель группы Инесса. И я хочу просто вам показать немножко такое, знаете, как игрушки, да? Мы в Peeper War играем в такие игрушки. И я хочу вам показать, что сейчас у всех руководителей, у всех консультантов и демонстраторов постоянных клиентов Peeper War в Балтии есть возможность... Маша! Маша! Тихонечка! Есть возможность заработать вот такие чудесные формы для тарталеток. Тарталетки, ну по-русски переведу это корзиночки. Понятно, что вы можете пользоваться этой формой как формой для кексов. Например, делать здесь какие-то омлетики, фритаты, яичницы, без ничего. Но я хочу показать вам сейчас просто между делом, пока все собираются, что у меня с каких-то там очень старинных времен есть вот такая формочка, которой я вырезаю вот так вот цветочек. И этот цветочек отлично ложится в эту формочку для тарталеток и превращается вот в корзиночку. Видите, у него складываются эти швы и получается вот такая вот суперическая корзиночка. Если у вас нет такой формочки, вы не переживайте, можно же будет просто подобрать нужный диаметр, вырезать диаметр, вкладывать и у вас получается вот основа. Вы запекаете сначала немножко до полуготовности основу и потом заполняете. Получается очень здорово. Но у этой же формочки есть еще и оборотная сторона, вернее обратная сторона. Очень красивая, кстати, такие как снежинки получаются. И когда вы хотите сделать крышечку вот этому вашему лакомству, тогда вот эта вот эта часть, она может являться и крышечкой. Ну вот так вот мы играем. И я сейчас буду тестировать этот рецепт и возможно мы даже, возможно нам удастся и мы запишем видео. Вот, Маш, ну иди, помоги мне сделать, пожалуйста, снежинки. Попробуем сделать снежинку, я сейчас вырезала вот такой ажурный по периметру. Вот, теперь смотри, вот этой вот соломинкой можешь делать такие дырочки. Вот так прокалываешь, да? Вот, я надеюсь, что вы все знаете, что соломинками коктейльными можно делать отверстие и потом вешать на елку ваши пряники или печенье пиперкукос. Если вы это знали, напишите плюсик, а если не знали, напишите минусик. Вот, что еще? Вчера я хотела сделать для вас для всех челлендж. Такой челлендж это вызов, да, сможете или не сможете. И я взахлеб вам рассказывала о том, какая классная наша скалка. И закончила я тем, что она является классным гимнастическим инструментом. Но камера так стояла, ну и сейчас так стоит камера, что я не могу вам показать. Это дарю не буду. Надеюсь, что вы поймете, что я сейчас сделаю. И это я вам предлагаю повторить дома и написать в комментариях, получилось у вас это или не получилось. Как вам вообще такое упражнение? Итак, я беру скалку, протру ее, чтобы вас не смущать. Я протру ее. Я закончила на сегодня с ней работу. И сейчас я попытаюсь перешагнуть. Я сниму туфель. И сейчас я просто перешагиваю через эту скалку. Вот таким образом. Оп, оп, оп. Все. Да, перешагнула. И теперь перешагиваю обратно. Хоп. И теперь тебе задание. Давай. Так. Маша получается. Дохаляешь, Маша. Надо, не отпускай рук. Так. Так. Ты запуталась. Иди тренируйся. Я с тобой. Давай. Маша тренируется. Вы теперь тоже все пойдете тренироваться и тоже в комментариях пишите, получилось у вас или не получилось. Все. Возвращаемся к нашим делам. Вот так вот я могу, Маша тоже. Да, могу. Возвращаемся к нашим делам. Возвращаемся к нашим делам. А наши дела такие. Мы каждый день открываем какой-то один ланчбокс-таппервар, в котором скрыта идея новогоднего или рождественского подарка. Будьте, пожалуйста, готовы к тому, что магазины могут в любой момент, может закончиться вашим делам товар. Магазины могут закрыться. Может, действительно, товары раскупаются очень-очень быстро. И о подарках рождественских и новогодних нужно было подумать еще месяц назад. Ну или хотя бы сегодня. Вот. И я открываю наш следующий ящик. Сегодня понедельник. Открываю его. Открываю. Бабам. Вот. И здесь у меня чудеснейшее изделие. Это аппервара. Это новинка относительная. Только в прошлом году появилось это изделие. И это коктейльные трубочки. Да? Значит, в каталоге. Молодец. Смотрите, что Маша сделала. Маша сделала снежинку. Можешь вторую делать. Бери формочку и делай вторую. Маша, не отвлекай, пожалуйста. Хорошо? Давай я быстро, быстро поработаю и поедем за братом. Значит, недавно появились. В каталоге они у нас есть. Темная трубочка, светлая трубочка. Могу соврать, но кажется, стоит 9 евро. Кто-то помогите мне. 9 евро. Но у нас есть, еще раз вам напоминаю, эко-каталог, который действует до 52 недели. То есть еще 2 недели. И там есть еще круче вариант этих трубочек. Это мне уже не надо. Сейчас. Вот это не надо, это не надо. Там есть еще круче комплект, куда входят 4 трубочки темного цвета. Туда входит вот такой ёршик и еще есть футляр. Рассказываю. Рассказываю, кому может это пригодиться и как. Ну, как теперь будем вытаскивать это? Рассказываю. Можно, да, поговорить? Рассказываю, кому может пригодиться. Смотрите, когда нужны недорогие подарочки, но очень умные. Ну, тогда, конечно, можно взять комплект за 9 евро, разделить его напополам и дарить по одной трубочке, но, конечно же, упаковав и как-то красиво преподав эту идею, что, слушай, хватит тебе уже пользоваться многоразовыми трубочками. Да, если это ребенок, который постоянно пьет какао, например, если это, не знаю, взрослый мужчина, который любит попить виски через трубочку. Не знаю, сами придумайте для кого, но я вам хочу дать идею, что это не только для детей, дело еще, не только для детей, но и для взрослых. Мужчины могут пить, например, разные полезные смузи или свежевыжатые соки, и также и женщины, которые, например, следят за своим питанием, и сейчас очень модно вот разные детокс-коктейли, какие-то такие тоже смузи, там, шпинат и прочее, прочее. И, конечно же, свежевыжатые соки, их тоже растоматологи рекомендуют их пить через трубочку. Чем хороши эти наши трубочки? Ну, я вам покажу просто сразу уже, чтобы занять ребенка еще одну идею. Вот, как мы делаем, просто можно сполоснуть горячей водой под краном йогурт и протыкаете, и тогда ребенок может пить. Маш, попробуй попей, я просто у меня уже бумага намазанная. Да? Ну, пьется, давай. У тебя длинная она, я тебе длинную сделала, я его, короче, тогда разделю. Нормально, пьется. Вот, давайте так, говорю, кому нужны, я не сказала, дети, понятно, чтобы не, дай мне стаканчик самую, пожалуйста, дети, чтобы не разливалось, не проливалось, чтобы аккуратнее этот ребенок пил. Вот, да, помните, я демонстрировала вам стаканчики, вот он у нас так и стоит, через трубочку здесь вылез. Вот. Детям понятно, женщинам со свежевыжатыми соками понятно, и за рулем, если вы едете, то тоже безопаснее, например, в нашу эко-бутылочку полулитровую, если у вас есть. Пожалуйста, любую полулитровую трубку, я покажу. Вставляете трубочку и не запрокидываете голову, когда пьете, а пьете через трубочку. Это так, знаете, ну, эротично, так скажу вам, да, ну так, пить через трубочку как-то так, ммм, что-то в этом есть. Вот, вторая идея была, ну и с мужчинами разберетесь сами. Итак, что еще в них такого интересного и хорошего? Ну, первая причина такие трубочки иметь и владеть, и их заказать, и подарить, заключается в том, что это Zero West философия, да, не использовать одноразовое, а перейти к многоразовому. И эти трубочки, конечно, надо беречь и не выбрасывать, они многоразовые. Вторая причина – это химический нейтральный полимер, это материал Таппервара, который абсолютно безопасен и безвреден и приятен, что очень-очень важно. Почему я вам сейчас об этом говорю? Потому что есть аналоги, есть, например, бамбуковые трубочки, у меня такое чувство, что они просто во рту растворяются как-то. Ну, есть бумажные, они растворяются, есть бамбуковые, они как бы трескаются, и невозможно ими пить, да, потому что воздух упадает, и все, и вот этой тяги нет. И есть еще одна альтернатива – это металлические трубочки. Мне неприятно пить металлическими трубочками просто потому, что они холодные, они такие вот, по мне, так это чисто какой-то инструмент стоматолога, да, который при попадании в рот вызывает какую-то такую жуткую дрожь в позвоночнике. Вот, они приятные, это был третий у меня пункт. Четвертый пункт – они разборные. Вот смотрите, да, говорю про этот комплект, здесь их четыре. И у каждого есть еще эта втулочка, чтобы увеличить размер трубочки. То есть, призма, стаканчик подойдите, пожалуйста, ассистент, стаканчик, зажим, да, у вас стакан может быть, вот, длинным, и вы отсюда можете пить, а может быть коротким. Вот она у меня в длинном варианте и в коротком варианте. Вот, что еще? Эта трубочка расклешенная, она вот, если так на нее посмотрите, да, она расширяется к низу. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы вы могли пить густые субстанции, такие как смузи. И вот сейчас я неспроста Маше дала попить, надо тебе разобрать, подожди, я тебе разберу просто эту трубочку. Да, она не слюнявая. Она не слюнявая, это йогурт, цена, ты слюнявая. Вот, я разобрала, она так легче будет пить. Вот, густые такие, например, кефир со трубями, если вы пьете, или кефир с семенами чьи, да, ну вот что-то густое. И смузи тоже. Так, еще что у нее есть на конце вот такая вот петелька. Я надеюсь, что вам будет всем видно эту петельку. Для чего эта петелька была сделана? Для того, чтобы инородные предметы не попадали вам в дыхательные пути. Ну и вам, и детям, и взрослым, и кому хотите. Вот. Убрала все, мне надо, чтобы у меня чисто тут было. Убрала. Так, что может быть инородным предметом? Инородным предметом может случиться, например, кусок стекла или кусок, там, не знаю, чего-нибудь, кусок листик какой-то мяты, который может попасть в горло, поцарапать. То есть была у нас история, это история Алены, кусок пакета пластикового, который разрезали и что-то там добавили в коктейль, здесь у нее застрял. Еще одна история была, по-моему, извинствовался Оля. Я присылала и показывала, оса здесь застряла, да, казалось бы мелочь, но эти трубочки выручают и спасают и так далее, и так далее. Дальше, как их можно мыть? Те же металлические, например, когда смотрю на аналоги, думаю, ну окей, ребята, да, можно... Муха тоже была у Маши, да? Вот, можно металлические как мыть, думайте. Вот, и для того, чтобы помыть наши трубочки, добавили вот этот комплект, наши все дизайнеры-разработчики, вот такой вот клевый-клевый ершик, который прямо вот до основания вымывает эту трубочку и убирает все налеты. Как эту часть, так и вот эту часть. Этот ершичек вот в такой комплектации за 29 евро, да, этот комплект стоит 29 евро, здесь 4 трубочки, 4 втулочки, красивая такая сумочка на заклепке, и еще есть ершик. И ершики еще у нас бывают как гаджеты, просто отдельно. Эти ершики, кстати говоря, очень-очень такие, знаете, как палочка-выручалочка, дома бывают, реально спасают. Где в кофейном аппарате нужно промыть, у кого еще до сих пор не фильтры, стоят акулеры. И там вот загляните, пожалуйста, с обратной стороны, что у вас там в этих носиках творится, проведите этим ершиком, вы увидите много нелицеприятного. А также, например, у нас здесь холодильник очень капризный, по-моему, это No Frost называется, у которого плачет задняя стенка и стекает все вниз. Там постоянно скапливается плесень, и эту плесень оригинально этой штукой не вытащить, но можно вытащить вот этим ершиком. Ну и могу еще час про него говорить, не буду, да. Вот такой комплект я вам сегодня представила, это из эко-каталога, 29 евро стоит, и может быть прекрасным подарком такому человеку, у которого как бы все есть. И там, знаете, думаете, что выбрать, метелочку для пупка, да, есть такая штучка, чтобы убирать пыль из пупка, или комплект трубочек Таппер Вара. Ну да, видите, комплект трубочек Таппер Вара, реально классная тема. И в продолжение этой темы я покажу одну вещь, потому что я в каком-то, в каких-то эфирах я начала эту показывать, но не было времени уже, со временем у нас постоянно у всех тут есть напряженка. Ну что, куда вышли? У нас уже 10 лет такие стаканы маши стоят, не хочу тебя расстраивать. Значит, вот эту вещь я очень хотела показать, и сейчас, раз я говорю про коктейльные трубочки, то мне очень хочется еще рассказать об этом изделии. Его больше нет в каталоге, может быть не сезон, не знаю почему убрали, я его обожаю. Это изделие называется джуист, он есть у нас в распродаже, но по картинке абсолютно невзрачный, что из себя представляет. Но, во-первых, для тех, кто не ходит на наши все презентации, да, то это медный стаканчик с таким носиком, да, удобно отмерил сибиронного сока и попил. Дальше, это стаканчик умный, потому что здесь есть резиночка, он не скользит. Даже если вы здесь хотите взбить одно яйцо или там, ну, что-то себе сделать, то вот он уже сам по себе имеет ценность. Дальше, он же является соковыжималкой, смотрите, я просто вот взяла апельсинчик, у нас тут много чего есть в офисе, буквально из подручных средств показываю. И у этого цитрусового пресса есть очень острые, очень острые такие грани. Ой, надо заканчивать уже. Вот, и благодаря им сок выжимается идеально. И вот смотрите, это я вам как бы показала один способ, и, ну, смешаю, так, наверное, вообще не делаю, гранатовый вместе с апельсиновым. Девочки, делают или не делают? Ну, я тебе тогда стакашечку налью. Сейчас. Машенька, нету времени, все люди торопятся домой. На, выпей быстро вот это. Быстро выпивай. Так вот, смотрите, мякоть апельсина, да, она же тоже, она обычную трубочку бы забила. А еще она может вашу эмаль зубов все-таки повредить. Мы себя уже, у нас такой возраст интересный, мы себя уже должны жалеть, да? Спасибо, дорогая. Я тебе сейчас сделаю гранатой. А, вот. Только гранатой. Смешать можно гранат с апельсиной? Нельзя, окей. Так, смотрите. Это мадиняточка. Можно я буду решать, кто что будет делать? Вот, показываю. Вот в этой конфигурации, так скажем, да, когда классический такой вид цитрусовой выжималки стоит, вы можете выжимать лимоны, апельсины, грейпфруты, лаймы и еще гранат. Вот я сейчас гранат, который у меня засох, засох, засох уже тут. Мы его купили, чтобы демонстрировать цитрус пиллер, но видите, они сейчас очень быстро сохнут. Вот. Значит, здесь вот так еще могу нажать, прожать. Вот. Из таких гранатиков, которые похожи, которые уже полежали, можно выжать вот таким образом гранатовый сок. Это как бы все прекрасно. Он будет одного вкуса. Он будет такой, знаете, горьковатый. Ты будешь пить теперь на тарисок? Держи. Давай. Секунду. Нашим ершиком для бутылок моется прекрасная вся эта конструкция. Ну что? Кисленько? Хорошо? Можно я выпью? Отвернитесь. Класс. Так. Значит, с этой конструкцией все понятно. Маш, ну все. С этой конструкцией все понятно. Переворачиваю теперь вот так. И вот в такой конструкции теперь это может быть. Вот когда у вас поменьше размер. Например, вот с лаймами так хорошо. Или бывают апельсинки, но поменьше. Или бывают мандаринки. Вот, кстати, мандаринки. Нет у меня мандаринки. Но суть в том... Нет мандаринка. Где? Айда. Нет, это тот самый. Но на мандаринках будете тренироваться. Суть в том, что вы нажали, и он выжимает ее вот так. Да? Это второй способ, как можно выжимать эти соки. И с гранатом то же самое. Когда вы почистили, так как я показывала, цитрусовой штучкой, и у вас просто горсть вот такая вот зернышек. Тогда вы сюда эти зернышки выжимаете и прожимаете. Вот так у вас получается гранатовый сок второго вида, первого отжима, так скажем. И поскольку туда эти шкурочки не попадают, как в первом варианте, сок этот более мягкий, вкусный и более нежный. Нет у него этой горькости, да? Вот. Что вот сюда теперь можно еще? Вообще, что хотите? Я все лето всегда показываю, как здесь круто выжимать дыню, арбуз. Здесь ананас, если он сочный, у меня прям слюни текут рекой, потому что тут запахи такие нереальные. Вот. Все, что хотите. Любые ягоды. Клубнику протираете, протираете. Молочка добавили, пру-ру-ру, покрутили. Но суперически. Дальше. Очень классно здесь, например, творог перетирать. Или авокадо у вас мягкий. И вы тоже не чопером, чтобы не было реакции с металлом, а прожимаете здесь. Детское питание. Если вы сварили там эти овощи, то тоже деткам хрясь-хрясь-хрясь продавили, и у вас классно вот давилка такая, все получилось. Вот. Что еще? Здесь есть такой вот носик у него. Он процеживает. Есть такой носик. Он наливает полностью, и можно вообще заблокировать. Вот. Так. И хранить в холодильнике. Еще из фокусов. Машу, ну пожалуйста. Еще из фокусов покажу вам. Сейчас, секунду. Руки просто обращаются. Вот. Есть у него вот такое потайное место, куда вы можете, например, на пикнике донести надо, спрятать туда леда немножко. Тогда тяжелее будет этот штампись, и дариться будет легче, да? Например, туда можно спрятать салфетки, туда можно спрятать корицу, или любые добавки, которые вы собираетесь в этот коктейль добавить. Вот. И еще скажу вам, что моя семья обожает эту вещь за томатный сок, потому что томатный сок сделать очень сложно. В цитрусовых таких довилках томаты не давятся. В блендерах томаты превращаются тоже не совсем в ту массу, которую хотелось бы попить, да? И косточки попадают из шкурки. А вот здесь вы развязаете напополам томаты и продавливаете. У вас получается превосходнейший томатный сок. Разливаете по красивым бокалам, трубочку вставляете и наслаждаетесь жизнью, наслаждаетесь вообще миром, который вы вокруг себя создали. Итак, никто, к сожалению, не дал вчера правильного ответа. Наверное, вы просто все уже немножко устали и выдохлись писать одно и то же. Ну, это игра. Относимся к этому как к игре. Поэтому девочка, которую я вчера случайно пропустила, я ее добавляю в список победителей. По-моему, Надя ее зовут. Добавляю в список победителей. Она может приходить и выбирать себе подарок за то, что ее имя мы пропустили. Такое случается, потому что в Facebook фрагментами показывает комментарии, когда их больше ста. Вот, сегодня я добавляю еще в свою коробку с подарками вот эту новинку. Это ежедневник тупервара. Мы только сегодня их получили. В восторге все от него. Он на пружинке, он очень нежного цвета. Он приятную текстуру имеет. У него здесь кармашек для текущего буклета. Куча-куча разных полезных там штучек. Главное, что вы видите неделю, в которой вы живете. Ну и так далее. Мы надеемся на то, что нам будет что записывать в эти календарии в следующем году. Мы очень хотим вернуться к нормальной жизни. Вот, это отправляю в коробку с подарками. Благодарю вас я за внимание сегодня. Спасибо большое. Жду ваши отчеты по челленджу «Перешагни скалку». Что вы думаете про коктейльные трубочки, как они вам нравятся. И какое же изделие мы откроем завтра. Попробуйте, пожалуйста, угадать. Это очень легко. Вот, до новых встреч. Благодарю вас. Спасибо. Пока-пока.